Наступил долгожданный день для нескольких тысяч школьников нашего района, 1 сентября. Надев школьную форму, накинув портфель, они вновь распахнули двери родных школ. Около 1300 первоклассников отправились на первую в своей жизни торжественную линейку. Нарядные, с воздушными шарами, немного растерянные и испуганные, сегодня мальчишки и девчонки впервые переступили порог школьной жизни. На праздники в лице номер 4 побывали Тина Копачевская и Георгий Калинин. Позади долгие летние каникулы, во время которых школьники как следует отдохнули. И 1 сентября с новыми силами переступили порог школ более 13 тысяч юных славянцев. 1 сентября – праздник в первую очередь для школьников, поэтому о соблюдении правил безопасности забывать не стоит. В очередной раз в День знаний о правилах дорожного движения юным славянцам напомнили сотрудники ГИБДД, которые раздавали тематические листовки. Кроме того, сотрудники полиции у входа во двор лицея раздавали ученикам и их родителям специально разработанные памятки. Проводили с детьми профилактические беседы. В рамках проведения празднования 1 сентября сотрудниками полиции проведен комплекс мероприятий, направленных в первую очередь на недопущение совершения преступлений и правонарушений как в отношении несовершеннолетних, так же и несовершеннолетних. С целью этого проводятся профилактические беседы, разработаны специальные памятки. На пешеходном переходе рядом с лицеем номер 4 всех школьников, в том числе и первоклассников, встречали старшеклассники, облачённые в костюмы героев из литературных произведений. Они помогали малышам перейти через дорогу и объясняли, как это надо делать правильно. В этом году безопасности детей на дорогах в районе уделяется большое внимание. По словам прокурора Славинской межрайонной прокуратуры Александра Фоменко, статистика дорожно-транспортных происшествий настораживает. За этот год произошло 60 ДТП, в которых 14 человек пострадали. Среди них были и дети. С детским дорожно-транспортным травматизмом, считает Александр Фоменко, нужно бороться, объединив усилия. Я хотел бы обратиться ко всем жителям Славинского района, тем, кто имеет водительские права, тем, кто управляет транспортными средствами. И мы вот с сегодняшнего дня совместно с органами ГИБДД проводим соответствующую акцию, направленную на то, чтобы предупредить водителей и повлиять на ту негативную ситуацию, связанную в первую очередь с травматизмом на дорогах детей. Так у нас за истекший период произошло 7 ДТП с участием несовершеннолетних. В этих ДТП пострадало 8 детей. И по всем случаям, по всем случаям, виноватыми признавались водители. Тем временем двор лицея номер 4 постепенно заполнился школьниками. Сентябрьское утро дало старт новому школьному этапу и увлекло в новые неизведанные просторы знаний. Раньше всех сюда спешили нарядные первоклассники. Настроение у всех было праздничное. Но всё же волнение незримо вплеталось в атмосферу праздника. И особенно этот день волнительный для тех, кто впервые пошёл в школу. Ну, короче, у меня вообще слов нету. Я очень рада, что пошла в первый класс. Мне так нравится эта школа, что я даже когда пойду в институт, никогда её не забуду. Поздравил учащихся 4-го лицея с началом нового учебного года глава Славянского района Роман Синяковский. Он обратился непосредственно к главным виновникам торжества, первоклассникам, а также к родителям и учителям. Дорогие ребята, вступая по большой дороге знаний, я уверен, что у вас всё получится. И вы научитесь не только читать и писать, а вы в целом познаете жизнь, приобретёте настоящих бескорыстных друзей. Дорогие наши родители, я хочу, чтобы ваши дети были здоровы и счастливы. Пусть они радуют вас своими результатами. Дорогие наши учителя, спасибо вам за преданность профессии, за то трудолюбие и за всё то, что вы делаете для наших детей. Юные первоклассники открыли чистую страницу своей школьной летописи. Об этом и были их стихи на торжественной линейке. Затем наступил торжественный момент. Прозвучал долгожданный первый звонок, ознаменовав начало нового учебного года. После праздничной линейки дети отправились в обновлённые светлые классы на свой первый урок в новом учебном году. В этот день у ребят прошёл единый всекубанский классный час «В единстве наша сила» и «Всероссийский урок мира». Они посвящены формированию и развитию чувства патриотизма у детей, личной причастности к сохранению мира на основе принятия ценностей многонационального российского общества, уважения традиций малой родины, других национальностей, конфессий и мировоззрений. Для первоклассников этот школьный урок был первым в жизни. Мне здесь нравится. Я хотел очень в школу. И наконец-то моя мечта сбылась. Хорошо, отлично. Мне понравилась в школе. Мне понравилась учительница. Она хорошая и добрая. Мне очень нравится в школе здесь. Мне очень понравился первый день в школе. Первое сентября. Мне очень нравится. У меня сегодня самый лучший день. Я прошла сегодня в школу. Наша учительница, она самая лучшая, Ольга Андреевна. Она очень хорошо нас учит. Она самая добрая. Я очень люблю эту школу. День знаний торжественной линейки прошли во всех поселениях Славинского района. В 43-й школе хутора Барониковского поздравил ребят с началом нового учебного года глава протокского сельского поселения Владимир Симоненко и директор школы номер 43 Людмила Андрющенко. Вот и начался новый учебный год. Для кого-то первый, а для кого-то последняя ступенька перед выходом во взрослую жизнь. Вся наша жизнь связана со школой, которая всегда будет согревать своих учеников, утешать в часы обид, радоваться вместе с ними в минуты больших и маленьких побед. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Игорь Ванчуков. Программа События.